Скажи, как ты себе представлял Верховную Раду, когда ты не был депутатом, и какой она оказалась изнутри? Тебя что-то удивило? Мне казалось, что все будет лучше, потому что я же пришел в такой момент, когда страна находилась на изломе, то есть это был 2014 год, прошло несколько месяцев после побега Януковича, оккупированная часть территории, Крым аннексирован, погибли на Майдане более 100 достойных сограждан, на Востоке 10 тысяч человек убито. И кажется, что люди в парламенте должны заниматься чем-то другим, кроме как синичного дерибана и просто распила бюджетных денег, плюс уничтожение конкурентов, используя силовые органы. А это происходило, и это происходит каждый день. То есть деградация на самом деле оказалась глубже, чем я предполагал. Я думал, что после прошлого парламента и Чечетова, который махал рукой, и теневого принятия решений, которое просто так нападавами воплощалось в жизнь, мы к этому больше не вернемся. Но, к сожалению, те люди, которые с этим боролись, они стали, по сути дела, преемниками той системы. Хорошо, давай попытаемся поставить более точный диагноз. Я как-то слышал от твоей коллеги Светы Залищук, коллега по БПП, еврооптимист, что вы, вот новые молодые люди, не стали decision makers по-английски, а стали trouble makers. То есть не стали людьми, принимающими решения, а стали людьми, создающими проблемы тем, кто принимает решения. Как ты думаешь, из 450 депутатов, сколько примерно заботятся о стране, а сколько заботятся о себе? Каков размер здоровых сил вообще? Ну, я бы сказал, 10%, а не больше. Ну, например, у нас есть межфракционное объединение еврооптимиста, там всего 26 человек. Ну, я бы еще сказал, пару десятков депутатов нормальных найти можно, но не больше. К сожалению, мажоритарка – это способ банальной покупки власти. И, ну, сколько у нас мажоритарщиков? Около 200, я бы сказал так. То есть 10% депутатов заботятся о стране. Это моя оценка. Прекрасно. Моя оценка. Не-не, я думаю, это правильно. Я думал 20, ты скажешь, 10 тоже неплохо. Ну, это очень мало. Это далеко от критической массы. И если мы не поменяем систему выборов, то следующий парламент будет хуже. Объясню, почему. За эти вот 5 лет поднакопили жирок коррупционеры. Они увидели, что есть НАБУ, которая может прийти в любой момент. И они пойдут в парламент прятаться за неприкосновенностью. И они будут готовы любые деньги заплатить, чтобы опять оказаться в парламенте. Это тот же Мартыненко, например. У него есть деньги, он готов за любую сумму опять получить мандат. И он пойдет там через какой-то округ и себе купит эту неприкосновенность. И будет все намного хуже, чем в 2014 году, когда еще можно было взывать каким-то моральным, я не знаю, ценностям. Сейчас все равно. Да, умерли на мандане 100 человек – пофиг. Мне нужно мандат. Мне нужно спрятаться от преследования за мои деньги, которые я украл из бюджета. Это логика коррупционера, которая рвется во власть.